так тут в общем люди возмущаются голосованием на сайте 500 ранг давайте сначала быстренько ознакомимся что это вообще такое значит спортсмены года 2019 спортсмены которые кстати запятую пропустили после первого слова спортсмены должна стать запятая но видимо на этом сайте работает неграмотная бестолочь который лучше всего проявили себя в течение года как спорте так и в общественной деятельности так он тут еще общественной деятельности видите каждый месяц 500 ранг подводит итоги определит лучшего да кто вообще такие итоги спортсмен года 30 декабря 2019 года а открыто у нас голосование 16 апреля 2019 года то есть сразу же после завершения сезона в фигурном катании после завершения чемпионата мира командного чемпионата мира и еще целых восемь месяцев они что рассчитываются бы ради голоса итоги года это итоги года если вот у нас как фигурном катании до человек года то тут все правильно тут сезон закончен и по итогу завершенного сезона мы можем решить кто же лучше за небольшой строк буквально 10 дней а эти же начинают голосование в самом начале года причем 16 апреля это абсолютно нечестно по отношению к другим видам спорта у которых сезон только будет самом разгаре тоже художественная гимнастика у нас чемпионат европы по художественной гимнастике будет в боку в мае в середине мая чемпионат мира вообще будет ближе к осени то есть первое что изначально неверно неверно то что они открывают голосование сразу же после завершения сезона фигурном катании первый канал показывал практически все соревнования и естественно на волне вот этого всего голоса пойдут фигурист ком а кому еще если взять художественную гимнастику то ее вообще изредка показывают на всяких матч-тв и прочих на первом канале и вообще нет как и не было когда-то фигурного катания там то есть если подводить итоги года то в декабре до этого многих видах спорта будет середина сезона но тем не менее на то это итоги года кто же открывает голосование в апреле именно тогда когда фигурном катании завершён сезон и это один из самых популярных видов спорта последнее время о чем собственно свидетельствует постоянной трансляции первого канала естественно в самом начале фигуристки убегут далеко вверх то есть абсолютно неправильная тупая система это изначально ужас и позор идем дальше и тут они нам пишут призываем голосовать честно а что можно как-то нечестно проголосовать что за идиотизм у каждого второго что ли программа по накрутке голосов или что вы что пишете бестолочь и мы первое что нужно сказать наблюдая за отношением к алине загитовой и евгений медведевой среди болельщиков то подавляющее большинство и так уже очевидно что за алину загитову то есть без любых накруток алина так и так должна победить в любом голосовании где есть она и женя но вот что интересно это аномальное количество минусов уже не медведевой больше 10000 ни у одного другого спортсмена нету столько минусов как у медведевой и более того тут прислали переписку из твиттера среди разных фанатов жени тут даже пишут иностранцы из мексики канады что изначально они проголосовали за женю потом просто снова зашли перепроверить плюс стоит у алины и минус у жени то есть просто ставит плюс жене каким-то образом этот плюс превращается в минус и плюс ставится алине насчет того что ставится плюс алине ничего не могу сказать но то что аномальное количество минусов уже не но это очевидно и та причина которую описывают вот эти пользователи в твиттере она все объясняет единственно непонятно как такое стало возможно то есть кто-то в кавычках поколдовал над сайтом что большинство плюсов жене ставились ей как минус это конечно какой-то ужас и позор так что резюмируя все сказано что здесь можно сказать первое голосование не объективное относительно других видов спорта второе это просто бред и позор открывать голосование за 8 месяцев до подведения итогов 3 на этом сайте неграмотные бестолочи которые не знают даже где поставить запятую нужно и ладно это было бы где-то внизу но это ошибка сразу же после первого слова это позор 4 спортсмен года 2019 тут если раскрыть так сказать мини профайл спортсмена то там конечно будет указано что алина чемпионка мира 2019 что же не бронзовый призер чемпионата мира 2019 и понятное дело что олимпийский титул должен быть на первом месте но все-таки мы говорим о спортсмене года 2019 и в первую очередь указывать награду 2018 года где здесь логика вы либо сразу развернуто пишите либо указывайте достижение 2019 года а затем все остальные дальше они тут указывают общественную деятельность но при этом про общественную деятельность в описании ничего не сказано скажем та же алина загитова сколько у нее сейчас контрактов какая популярность в японии она побывает то на той презентации то на этой это тоже можно засчитать как общественная деятельность почему об этом даже ни слова не сказано ну и последнее если этот сайт так легко взломать чтобы голосую за женю ставился минус ей то что тут говорить вообще забудьте о существовании данного сайта я о нем только сегодня узнал тут абсолютно непрофессионализм неграмотность все кривые через жопу так что это даже не серьезно обсуждать что кто-то выше кто-то ниже просто не обращайте на это внимание а вот у нас до сих пор идет голосование за человек годы фигурном катании тут ссылка будет в подсказках в описании youtube здесь не обманешь вот у кого у нас все честно а на всякие лживые сайты даже внимание не стоит обращать позор он и в игроков реки позор